Вместо одного старого карьеры и несанкционированной помойки, теперь здесь сразу три маленьких озера. Отделены они гравийными насыпами, которые тут же и добывают. Как оказалось, никакой преступной схемы здесь нет и здесь не торгуют гравийной смесью. А почему такой интересный ландшафт, рассказал сам хозяин территории. В будущем хотели сделать, тут все облагородить, убрать все, запустить малька, карпа вырастить, чтобы была рыбалка по возможности более-менее и чтобы ребятни захотели песок завезти, чтобы местные ребятни хотя бы было где-то покупаться. Кстати, в аренде у Евгения этот водоем уже три года и администрация продлила срок еще на пять лет. Несколько десятилетий карьер был заброшен и практически превратился в болото, здесь везде был камыш. Зато теперь, после того, как здесь начались работы в 2013 году, вот такая красота и бизнесмены обещают, что еще пару лет и здесь будет настоящий рыбный рай. Для этого водоем и поделили на три отсека. Средние – это так называемые садки, куда запускают мальков и ростят. После их переводят в соседнее отделение, где и будет рыбное озеро, а третий – пляжная зона. Естественно, что рыбалка и отдых будут платными, это и есть цель благоустройства водоема. А вот здесь возникли вопросы у местного населения. Это практически простой житель, туда будет не зайти, это будет закрытая зона. И будет платная, значит нам там некуда будет идти тогда совсем. Однако рыбзаводчики во внимание приняли и свои интересы, и местных жителей. Рядом с карьером есть еще один, поменьше, где местные, в принципе, рыбачили и купались до этого. Его в свои владения Евгений забирать не намерен. Но до момента, когда мини-база отдыха начнет работу, предпринимателям предстоит еще оформить массу документов, на которые требуется около миллиона рублей. Таких денег пока нет. Поэтому сейчас Евгений и его партнеры ищут инвесторов и надеются на гранд-правительство. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.